наш самарский активист и деятель руководитель движения голос в самаре и просто любимый нами эксперт в области наблюдения за выборами сейчас узнаем есть ли вообще эти самые выборы в самаре стоит ли за ними наблюдать и здравствуйте здравствуйте любил гаврия день только я думаю что люди которые по полтора миллиона значит берут кредит чтобы оплатить другой кредит и мошенникам на трудно помочь как и трудно я так пришла к выводу помочь с оценкой своей ведущей роли в выборах если больше чем 20 лет люди презирали эти выборы не считали себя источником власти надеялись на то что а вот там она если я недоволен то власть непременно сама все и исправит если я там выйду на митинг или еще куда-то и она увидит меня грозного да и все исправить сама сделает мою жизнь лучше да да у нас с вами в самарской области не очень большие выборы есть больше 15 регионов где большие выборы да где за собрания значит региональные значит губернаторы а у нас с вами значит законодательное собрание один округ и он сельский и я хочу напомнить значит а она с вами не столько о кандидате значит вместо которого сейчас будут до выборы в законодательные собрания губернскую дому сколько она с вами смотрите там ушел андрей кислов который был двадцать пять лет ребята запомним двадцать пять лет депутатом законодательного законодательного собрания я не думаю какого какого собрания ну нашего с вами регионального законодательного губернской губернской думы да 25 лет первых выборов да и я не думаю что кто-то помнит сейчас его имя фамилию или помнит такие благие дела которые после двадцати ли двадцати лет пребывания в законодательном органе остались в памяти избирательного всегда вот человек 25 лет был депутатом самарской губернской думы профессионал да нашим с вами представителем перед исполнительными органами власти да и мы ну и не помним кто это да я думаю в таком же беспамятстве сейчас проголосуют за другого представителя газпрома потому что андрей кислов представлял значит газовиков самарской области я не буду там вдаваться в его газовый бизнес да и сейчас от газпрома значит петербуржец руководитель самарского значит там газпрома от единой россии я полагаю что он и будет значит депутатом нашего нашей губернской думы но безусловно что там есть представители наших дежурных партий лдпр там справедливая россия коммунисты значит я хочу напомнить что само наблюдение оно закреплено да потому что законодательство репрессировано в отношении не только кандидатов не только наблюдателей но и самих избирателей настолько что в общем то роли избирателя активного самостоятельного она ничего практически не решает на фоне крепостных зависимых от бюджета а нужно нужно это наблюдение это за выборами если я правильно понимаю что то никого адекватного в наборе за тех кого голосовать нет информации о выборах никакой нет уж нам ли не знать мы смотрим самарские новости каждый день тем не менее я вот наблюдаю за некоторой активностью небольшой активностью тем не менее люди собираются идти и наблюдать с одной стороны честь им хвала с другой стороны а зачем а смотрите дашь а значит а вообще зачем выбор на мы вот смотрите на конституция говорит о том что граждане источник власти ну вот так это действительно выборы это значит формирование органа власти который представляет твои интересы если значит не нужно наблюдать не нужно чтобы потом оценивать эти выборы чтобы потом по крайней мере иметь представление как они проводятся как формируется результат как из какого-то кандидата который нам никогда не был известен значит да вдруг появляется орган власти ведь вот я не зря начала скислова до 25 лет он был в нашем законодательном органе нам было не интересно да значит нам нечего об этом и сказать тогда в принципе сейчас мы пришли к закономерному итогу выбор как таковые зависит исключительно от бюджетников мобилизованных исключительно проводятся членами комиссии которые тоже бюджетники мобилизованные да значит итоги формируют они и это власть которую они выбирают она и предоставляет их интересы вот я пришла на выборы значит у меня есть бюллетень там единая россия кпрф и еще еще два неприятные две неприятных аббревиатуры и я стою и любая моя галочка будет сделкой совестью любая моя галочка будет мне отвратительно любая галочка будет за войну задействовать фактически за путина и потом меня спросят в случае чего за кого что голосовала скажу за коммунистов и все мои репрессированные родственники перевернут в своих гробах поэтому я не очень понимаю как избирателю сейчас то что мы профокапились и то что мы проворонили всю свою демократию это понятно но сейчас то нам что делать а смотрите а вот если я вот эти убеждения меня и споры о чистоте собственной совести в отношении выборов я слышу ровно 30 лет которые проходят девяносто первого с девяносто первого с восемьдесят девятого года первые выборы верховный совет тогда обновленной россии я все слышу значит о том что вот я тут оберегаю чистоту совести кандидатов то нет они откуда должны появиться кроме как от нас а не от кто должен нам принести с неба некого кандидата за которого мы проголосуем и наша совесть останется чистой девственной и мы отчитаемся перед захороненными предками как вы думаете как я люблю идеалистов людмила гавриловна и вас очень люблю но на этих выборах я сейчас уже даже не только про самару всех актуальных кандидатов сняли вот разными способами статью навесили закрылись страны выдавили всех сняли ну откуда им взяться и да можно ли быть кандидатом с антивоенной позиции сейчас но вот можно посмотреть на гориного который отъехал на 7 лет подождите мы рассуждаем вообще о выборах а не только о сегодняшней ситуации сегодняшняя ситуация от того что нет кандидата с антивоенной позиции нет кандидата вообще предлагающих свою внятную программу за которую бы избиратели сказали я побежал задрав штаны за комсомолом за этим да ну их нет это эта ситуация сложилась а она складывалась миссии не вчера сложилось не после 24 февраля она складывалась из того идеализма где мы искали чистую совесть и не участвовали в формировании кандидатов не участвовали в наблюдении не размышляли главное что я хочу сказать говорить я идеалист я считаю что я абсолютно рациональный человек я просто пытаюсь побудить к рационализму других что я сейчас вот не пойду там нет кандидатов с антивоенной позиции а пойти и выразить свое отношение к этой сложившейся ситуации можно или нельзя испортить бюллетень проголосовать за за того же лдпр там справедливую россию кпрф который с нечистой совестью и мы даже не обсуждаем с вами сейчас тех кандидатов которых они выставили хотя можно было по одиночке пообсуждать что это за люди да значит где они работают чем они занимались да но значит если их там никто не ждет выборы запрограммированы под петербургшица из единой россии андрей кислов пред рационально все выглядит так андрей кислов представлял единую россию и вот это бюрократия и бюджетники мобилизованные они не допустят того чтобы уменьшилось количество мест единой россии понимаете и поэтому сейчас дело не в антивоенной позиции а дело в том чтобы выбить хоть какую-то одну ножку из-под стула единой россии то есть проявить свою волю вы можете вообще против всех поставить ну галочки поставить и тогда бюллетень как бы не действительно но вы принимаете участие вы выражаете свою волю сиденье дома и рассуждение о том что вот я тоже хочу я очень много рассуждаю об этом я болею от этих рассуждений депрессии да но если я буду только сидеть и рассуждать ничего не будет и перемены рождают только действия понимаете не ожидания не планы наши перемены рождают наши действия индивидуально каждый а если мы считаем выборы не тем значит как это не тем мероприятием да но что делать тогда так это все и останется я зависла что да немножечко немножечко мы в основном с нами и мы ухватили суть все равно а сердце у меня у меня болит за у меня болит за гипотетического молодого человека которому исполнилось восемнадцать ему выдали значит это святое право распоряжаться своим голосом он пришел и смотрит на эту бюллетень да он не пришел он не узнает никакой рекламы выборов никакой информации о выборах нет это тоже мне непонятно у них и так все под контролем у них и так только все свои кандидаты что они так стесняются выборов то а да действительно я хочу заметить что они стесняются не только выборов они их не стесняются это давно отлаженная технология провести выборы в тишине для того чтобы не приходили люди которые отвечают за свои действия готовы действовать да достаточно я же сам начало не зря сказала достаточно только бюджетников они мобилизованы и зависимы затем будут эти хождение по деревням я сейчас посмотрела вот этот 14 округ да там значит уже опубликованы села где будут где-то выездное голосование обоснованное тем что туда транспорт не ходит значит помещений там для участков нет значит поедут с выездной урной это дело не выездной уже урне а дело в создании фона значит картинки что выбор действительно есть вы можете поверить что в сердце самарской области да нет нефтегазовой химическая промышленность в ней так все плохо что значит есть села куда не ходит транспорт но как-то доедет избирательная комиссия из райцентра значит и что в ней не в селах нет ни одного помещения куда бы избиратели пришли самостоятельно вы верите в это и я не верю тоже вместе с вами и поэтому отлаженная технология молчать о выборах никто я хочу вам сказать что никто нам не обязан это делать в принципе потому что граждане мы с вами мы вот то что сейчас происходит за это за все отвечаем отвечают не только эти бюджетники которые создавали всю эту ситуацию формируем власть но и мы с вами те которые не принимали во всем этом участие поэтому 18-летний парень ребята это не дети значит это вполне себе самостоятельные граждане которых он сейчас мобилизует и посылают там на спецоперацию защищать какие-то рубежи и когда он не имеет понятия что это за рубежи и чьи это рубежи да ну да вот он оказывается послушным мясом может быть нам взрослеть пора не только с 18 лет а там условно я не знаю с первого класса со второго начинать понемногу нести ответственность всем бы нам пора повзрослеть и начать нести ответственность спасибо большое людмила гавриловна за ваш воодушевляющий спич вижу что вы сидеть не будете даже хотелось подняться с дивана я просто вспомнила что я работаю на нем и себе себя немножко при осадила знаете что я не понимаю вашу иронию я ее понимаю но я могла тоже так же на и над вашей позиции иронизировать но нет нет зря вы сейчас мы сейчас мы как раз не иронизировали разделяю полностью идея о том что это мы мы ответственны и что-то нам нужно делать просто вопрос о том что именно это я и пыталась найти ответ на этот вопрос да да объяснила что нужно искать информацию если ты в этом округе живешь значит смотреть на этого человека который выдвигается смотрите у нас до выборы пост по самаре в нескольких районах города советский кировский значит октябрьский только в одном районе я в одном округе местных депутатов я увидела кандидата от единой россии все остальные я думаю спрятались за самовыдвиженцами но как то мы должны понимать все это что не от неба это все зависит то что у нас происходит стране а непосредственно от нас если мы будем только разбирать как я сейчас говорю шаги шевеления президента путин ну вот мы разбирались его да он делает операции а мы оказались жертвой в этих операциях нет нет жертвами мы не должны быть мы будем бороться за то чтобы не быть жертвой у нас к сожалению вышло время людмила горюло на спасибо за утреннее подключение к нам это была людмила кузьмина бывший координатор ассоциации голос в самаре активный общественник наблюдатель и автор возвращения самаре историческими спасибо за вера и начать приходить еще доброго ребят